Всем добрый день! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Алися. Сегодня предлагаю вашему вниманию очень вкусный, воздушный, пышный, простой в приготовлении пирог со сливами. Итак, что потребуется для приготовления? Первым делом приготовим начинку и поставим в духовку разогреваться, потому что все готовится очень быстро и просто. Берем примерно грамм 600 сливы. Я ее уже помыла, очистила и нарезала произвольно кусочками. Добавляем к сливам пакетик ванильного сахара 10 грамм. По вкусу, зависит от сливы. Если слива сладкая, то достаточно 1 столовой ложки или 2 столовых ложек. Я вот 2 столовые ложки неполные сахара добавлю. Если более кислые, смотрите по вашему вкусу. И добавлю корицы. 1 чайную ложечку. Я насыпаю в столовую, ну, неважно, 1 чайную ложечку. И 2 столовые ложки рома. Ром, корица, слива. Если вы еще не пробовали это сочетание, это просто бомба. 2 ложки рома. Не бойтесь, что слива пустит сок, все пойдет в дело. Даже если будет много сока, не бойтесь, выливайте смело его весь в пирог. Все будет нормально, вкусно. Соединим это все, начинка готова. Теперь берем 200 грамм сливочного масла, мягкого, комнатной температуры. Вообще все продукты лучше брать комнатной температуры. Добавим сюда 250 грамм сахара. И взобьем в пышную воздушную массу. Хорошо взбили сахар с маслом. И добавляем по одному 5 яиц. Взбили, когда яйца и масло одной комнатной температуры не идет ничего крупинками, не отслаивается. Получается такая пышная масса, которую легко, хорошо взбить. Теперь добавим также сюда для ароматизации теста пакетик ванильного сахара 10 грамм. То есть 10 грамм идет в начинку, 10 в тесто. Чтобы сделать пирог еще более воздушным, 30 миллилитров растительного масла. Также для баланса можно сейчас добавить щепотку соли. Перемешиваем. Отставим пока жидкие составляющие в сторонку. Берем 300 грамм муки. Добавляем к муке 42 грамма кукурузного крахмала, либо 1 пакетик ванильного пудинга. Пудинг весит как раз... Пакетик пудинга как раз весит 42 грамма. Добавляем 2 чайные ложечки разрыхлителя. Теперь просто всыпаем сухие ингредиенты к жидким. Перемешиваем до однородности. Долго взбивать ничего не нужно, чтобы тесто не стало такое более грубое. Нам нужно, чтобы оно оставалось нежное и воздушное. Поэтому перемешиваем просто до гладкости теста. Вот такое вот нежное, воздушное тесто должно у вас получиться. Посмотрите, оно похоже чем-то по структуре на крем. Форма у меня уже подготовлена. Я слегка смазала бортики и выложила пекарскую бумагу. Потому что, не знаю, может быть мне захочется вынуть пирог из формы. Если будете оставлять пирог в форме, можете не застилать бумагой. Это не обязательно. Просто смажьте маргарином, либо маслом и все. Размер формы 35 на 25 сантиметров. То есть большой пирог, огромный получается. Сливаем тесто в форму. Распределяем равномерным слоем. И теперь распределяем начинку сливы по тесту. Абсолютно произвольно. Выливаем все вместе с соком. Как-то красивых выкладывать особо не нужно. А слегка еще вдавливаю их ложкой в тесто. Аромат сейчас просто потрясающий стоит. Весь сок, который остался с корицей, все выливаем сверху. Все, пирог можно сразу же отправлять в разогретую на 180 градусов духовку. Но если у вас есть желание, можете посыпать штрейзелем, можете посыпать рубленными орехами, можете лепестками миндальами. У меня не лепестки сегодня, а просто перемолотый миндаль обжаренный. Я посыплю миндалем еще сверху. Пирог у меня выпекался ровно 42 минуты. Смотрите по своей духовке ориентировочно 40-45 минут. По желанию можете украсить еще сахарной пудрой. И давайте, как всегда, по традиции, посмотрим, какой пирог получается на разрезе. Аромат стоит просто потрясающий. Еще во время выпечки даже. Он невероятно нежный, пышный. Потрясающий, сочный, воздушный, ароматный пирог с кислинкой сливы, с потрясающим просто ароматом сочетания рома-корицы. Это просто сказка. Обязательно приготовьте, попробуйте. Это необыкновенно вкусно. Причем готовится, как вы смогли заметить, все очень-очень быстро, буквально 5 минут для того, чтобы соединить все ингредиенты. Классно подать такой пирог в теплом виде, с шариком ванильного мороженого. Но он хорош в любом виде, и в охлажденном, и без ничего, и просто так. Обязательно попробуйте, приготовьте. Это очень вкусно. Загляните в плейлист с выпечкой со сливами. Все со сливами. Я оставлю обязательно ссылку внизу. Там еще несколько вариантов вы найдете выпечки со сливами, сливовые пироги. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующем видео. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, если понравится рецепт. Всем пока! Вкусных вам пирогов! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...